Санкции Евросоюза против российских бизнесменов. Инфляция ускорится до 20-30%. Правительство направит 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покупку российских акций. Льготная ипотека, похоже, вот-вот станет заметно дороже. Ажиотажный спрос на новостройки в текущие дни. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад вас всех приветствовать. Всем бодрого начала дня. Несмотря на тяжелые времена, продолжаем работать. Итак, российский фондовый рынок. Смотреть смысла нет. Он пока не запустился и продолжает, вот хорошая аналогия, походить примерно на такую картину. Это сервант, в котором тарелочки так подзавалились, но пока их придерживает стекло, которое ждет момента открытия. Американский фондовый рынок. Ничего, скукота полная. Минус 0,7%. Таска смотреть. Неинтересно. Хотя я, конечно, очень рад, если у вас есть какие-то активы на международном рынке. Во-первых, они в валюте. Во-вторых, они не упали на много-много процентов. Как российский рынок. Нефть на пике. Доллар и евро тоже на пике. Доллар вот в текущий момент около 100 рублей. Евро около 112 рублей. И здесь, в принципе, пока вот так. Биткоин 43.600 с чем-то. И на биткоин взлетел, заметно поднялся спрос. И меня все больше и больше людей спрашивают, а не стоит ли использовать крипту, как один из инструментов для того, чтобы все-таки иметь какую-то валюту. Если не позволяют обычную валюту, то хотя бы крипто. И, видимо, сейчас спрос на крипту заметно поднялся. Напишите, кстати, интересно ваше мнение, как вы сейчас покупаете крипту, не покупаете, держите, продаете, прячете на холодные кошельки или куда-то еще направляете. Коронавирус, конечно, никому не интересен. Все уже забыли, что совсем недавно были битвы не на жизнь, а на смерть между вакцинирующимися и не вакцинирующимися. Между тем, кто как, когда, сколько укололся и сертифицирован он или нет. Но сейчас Роспотребнадзор решил отказаться от ковид-окораничений для кино, общепита. Но, правда, пока еще нужны QR-коды. Вот так. Что означают санкции Евросоюза против российских бизнесменов? Евросоюз в ходе очередной волны санкций внес 26 российских граждан, в первую очередь олигархов. Это Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен, Мардашов Фридман и так далее. Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Еще некоторые яркие личности. Им теперь запрещен въезд в страны Евросоюза, кроме случаев острой необходимости и для участия в межправительственных встречах. И также у физлиц и у компании САГАЗ страховой замораживаются все активы, средства и экономические ресурсы, до коих сможет дотянуться Европейский Союз. Что означают санкции против российских бизнесменов? По сути они запрещают Европейским банкам и компаниям иметь хоть какие-то дела с этими лицами. И не вправе поставлять им никакие товары. И причем также принадлежащим этим лицам бизнесом. Вот это тоже важно. И поставлять им какую-либо продукцию. Инфляция в России может ускориться до 20-30%. И это только официальная инфляция. Об этом говорят аналитики Альфа-банка. Даже резкое повышение ключевой ставки не сможет сдержать роста цен. И все равно инфляция будет 20-30%. До начала военной операции, как требуют это называть Роскомнадзор, слово из пяти букв не положено употреблять, надо говорить военная операция, подобралась до начала военной операции. Уровень был 9% инфляции официальный. Сейчас тенденция к тому, что она взлетит где-то до 20-30%. Но опять же поделитесь, как ваши ощущения, что вы сейчас видите, наблюдаете по росту цен. Понятно, что в разных сферах он разброс гораздо более, может разных величин достигать. В большей степени дорожают товары, которые завозятся из-за рубежа, особенно из Европы и Америки, на которые сейчас будет очень высокий дефицит. Поэтому если вдруг вы успели купить смартфончик, поздравляю, теперь это будет сделать заметно. Сложнее. Правительство направит 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покупку российских акций. Но отчасти, чтобы поддержать, а отчасти, может быть, это и в чем-то разумный шаг, что средства Фонда национального благосостояния пойдут в дело и будут работать, а не просто лежать на счетах в валюте. Что будет с индексными фондами ETF и биржевыми паевыми инвестиционными фондами? Торги ETF и BPF приостановлены. На них очень высокая волатильность. Маркетмейкеры, которые должны поддерживать рынок, не справляются с этой функцией. И, по сути, сейчас ситуация с ними такая подвисшая, потому что их могут начать закрывать. И большинство фондов находятся как раз под управлением крупнейших отечественных банков, многие из которых попали под санкции, не все, правда. И у управляющих компаний могут возникнуть сложности с обслуживанием, собственно, этих фондов, особенно которые ориентированы на международный рынок с покупкой акций международных. И ВТБ уже заявила о приостановке торгов некоторыми биржевыми паевыми инвестиционными фондами на неопределенный срок. Поэтому, как и что произойдет, непонятно. Но стоит ли бояться, что это вообще исчезнет? Вряд ли. То есть, в случае расформирования фонда, фонд обязан распродать свое имущество. Но распродавая сейчас по минимальным ценам, есть риск, что, собственно, вам распродадут все и вручат те шикарные остатки, которые после этого будут. Льготная ипотека скоро может стать намного дороже. И власти обсуждают пересмотр ставок по льготным ипотечным кредитам из-за того, что произошел рост ключевой ставки до 20%. И это значит, что разница между льготной ставкой и рыночными становится огромной. И эту разницу придется государству доплачивать. Что, наверное, государство не слишком будет готово сейчас делать. В Москве и Питере возник ажиотажный спрос на новостройки. В Питере зафиксированы рекордные рост спроса на квартиры в новостройках. И Москве увеличился на 50%. Но это прежде всего связано с паническим бегством в недвижимость. Раз. И два. Все, кто получал одобрение, на старых условиях стремятся успеть его использовать. Потому что, конечно, сейчас, если вы успеете взять ипотеку по ставке 7-8-9%, при инфляции 20-30%, понятно, что вы получаете деньги, как бы сейчас их взяли, а через год уже отдаете заметно меньше. В этом плане это, безусловно, оправдано. Ну и в целом, вот, кстати, идет много вопросов. А пора ли, надо ли срочно продавать недвижимость? Будет ли она упадет в цене и так далее? Конечно, тут может быть масса сценариев. И да, при текущих высоких ставках, скорее всего, будет спад цен в какой-то момент. Но вместе с этим, выбирая между тем оказаться с рублями на руках, не зная, куда их деть, или иметь твердый актив, я однозначно выбираю иметь твердый актив. Считаю, что это гораздо более надежно. Но мы еще об этом поговорим. У меня будут отдельные выпуски, которые выйдут вот буквально сегодня-завтра, посвященные планам действий. То есть, как я вижу план действий на самые разные случаи. И мы сделаем это следующим образом. То есть, будет такой базовый план, который я выдам в широкому кругу. И для наших членов инвест-клуба «Финанс-1» мы там первостепенно обсудим уже план действий, как можно на этом не только не потерять, но и все-таки постараться максимально сберечь и приумножить свои деньги, какие есть альтернативы, куда идти, где что оправдано. Но, собственно, если вы у нас в инвест-клубе, присоединяйтесь. Если нет, то мы сейчас открыли доступ в клуб. Если вам это актуально, присоединяйтесь. До 4 марта мы открыли окно. Кто хочет включиться в состав нашего клуба, быть всегда и на связи, иметь возможность получить поддержку, обратную связь, задать свои вопросы, получить и очень мощное фундаментальное обучение, и регулярно быть в теме трендов, потому что я делаю постоянные обзоры трендов, и еще очень много всего, то присоединяйтесь под видео. Ссылка до 4 марта мы делаем набор, потом вновь закрываем доступ в клуб. То есть мы не планировали сейчас, в принципе, открывать окно, но поскольку есть действительно много людей, кому это очень актуально сейчас, то если нужно, присоединяйтесь. Там действительно много всего ценного, и это, на мой взгляд, оправдано. Россиянам дали советы насчет сохранения сбережений. Экономист посоветовал россиянам не опустошать вклады и не скупать технику. Не надо опустошать вклады, золотое правило, не совершать никаких резких движений. Но в целом, конечно, разумно, что не надо паниковать, не надо суетиться. Если не знаете, что делать, лучше не делать ничего. Но плюс я вот в ближайшие дни некий план более четкий дам, чтобы все-таки не носиться хаотично, непонятно куда. Но то, что касается не скупать технику, я бы сказал иначе. Если вам нужна, то есть покупать просто шесть холодильников, конечно, не надо. Но если вы хотели что-то купить, то лучше поторопиться, пока это можно еще как-то на складах есть и плюс-минус по не самым высоким ценам. Потому что потом либо может не быть вообще, либо цену задерут ого-го как, потому что будет дефицит. Но просто так скупать там кучу пылесосов в холодильниках смысла нет. И по поводу держать деньги на счетах, посмотрите вчерашние ролики. Вчера был и обзор депозитов, и ответ на вопрос, а не будет ли дефолт, а что, а могут ли изъять деньги со вкладов. Вот это тоже учтите. Uber решил ускорить развод с Яндексом. Американский агрегатор такси Uber решил как можно скорее выходить, продать долю примерно 29% в совместном предприятии с Яндексом, чтобы не иметь собственно с ним никаких дел. Вот так. Состояние российских олигархов уменьшилось на 83 миллиарда долларов из-за переоценки их активов, которые стремительно падают. Поэтому сочувствуем олигархам. Средний чек на технику и электронику в России за неделю вырос на 80%. Это вот к вопросу про технику. Что может быть, конечно, людям просто не хватает одного экрана, чтобы читать все новости, которые бегут, и смотреть все ролики, которые я выпускаю таким темпом. Но в основном просто панически бегут скупать. И в целом разумно. Единственное, не накупать просто кучу техники, непонятно куда девать ее. Потому что потом перепродавать кажется относительно маловероятным, что на этом сильно заработаешь. Хотя, может быть, кто-то и заработает. Для себя, да, безусловно. Самые популярные товары – смартфоны, ноутбуки и мониторы. Российские рестораны начали отказываться от импортной продукции. Теперь каких-нибудь заморских вкусностей типа икры кабачковой, баклажанной, или как было в фильме, икра заморская, баклажанная. Да, теперь не очень отведаешь заморские снадобья, потому что они начинают просто быть в дефиците и дорожать. Вот интересная новость. Мне только что прислали наши в чате, наши члены клуба, кто-то из автосалона Киа. Им прислали, прислал прайс на автомобили, насколько повышаются цены на разные автомобили Киа. Вот посмотрите, какой будет рост цен уже со 2 марта. Когда вы, наверное, будете смотреть этот ролик, собственно, уже все произошло. Российские банки поднимают ставки по вкладам. Это мы подробно обсуждали вчера. Посмотрите, пожалуйста, таблицу, в которой мы, собственно, сводили все это воедино. И где сейчас можно получить наиболее выгодные и интересные условия. Всем хорошего дня, удачи. Напоминаю, что если хотите быть вместе с нами в сообществе, это специальное закрытое сообщество, где и очень большой блок обучающий, 25 модулей, чтобы вы действительно разобрались, как работают деньги. И если бы вы присоединялись к клубу раньше, то один из первых модулей у нас начинается с того, что необходима валютная диверсификация. Треть рублей, треть доллара и треть евро. Я показывал на графиках, как это происходило ранее. Поэтому, кто был раньше, успел с этим ознакомиться. То есть вы пройдете мощное обучение и станете гораздо более квалифицированы в плане общения с деньгами. И увидите массу возможностей, обзор трендов, регулярное общение с коллегами. Мы там делаем специальные активности, когда объединяемся в группы и онлайн общаемся и работаем. И более интересные условия по некоторым инвестиционным стратегиям и регулярные вебинары, тематические, нишевые, в которых мы изучаем разные новые возможности. В общем, там действительно очень много всего. И я со своей стороны в первую очередь вкладываюсь, конечно, вот в это сообщество и постоянно там на связи, стараюсь всем помогать, подсказывать. Если актуально, присоединяйтесь. Под видео будет ссылка до 4 марта. Хорошо, на этом на сегодня все. Удачи! С вами был Николай Мрачковский.